Откроет ли двери новая школа села Тельвиска 1 сентября? Сегодня этот вопрос обсуждали на заседании Постоянной комиссии Собрания депутатов по социальной политике. Для ввода в эксплуатацию образовательного объекта необходимы очистные сооружения. В проекте они не предусмотрены, однако согласно новым правилам санитарной безопасности необходимы. Напомню, на строительство школы на 100 мест Ненецкий округ привлек из федерального бюджета более 22 миллионов рублей. Общая стоимость объекта оценивается в 278 миллионов. Локальными очистными сооружениями школы должны быть оснащены согласно новым правилам санитарной безопасности. Они были приняты на федеральном уровне в середине 2016 года. Проектно-сметная документация на строительство школы в Тельвиске разработана в 2011. Сейчас Рост природный зор говорит, что без локальных очистных сооружений у нас не примут этот объект. Нам нужно будет разработать какие-то проектные решения для того, чтобы всё-таки локальничные эти поставили. Потому что без этого школа функционировать не будет. Школу на 100 мест возводит компания «Стройуниверсал». Согласно условиям контракта, заключённого с Заполярным районом, объект должен быть сдан до 15 августа 2017 года. Однако сегодня как заказчик, так и подрядчик сомневаются, успеют ли завершить необходимые работы до начала нового учебного года. Сегодня на объекте завершены работы по благоустройству, оборудованию подъездов, установлены системы отопления и водоснабжения. На заседании было решено продолжить работу межведомственной рабочей группы, курирующей строительство школы. Ещё один вопрос в повестке – ход подготовки к новому учебному году. Для этих целей понадобится 182 миллиона рублей. Львиную долю из этой потребности – это порядка 100 миллионов рублей, составляет два объекта. Это проведение капитального ремонта в основной общеобразовательной школе посёлки Коткино – 34 миллиона 18 тысяч рублей. И проведение капитального ремонта в детском саду в посёлке Красное. Сумма составляет 64 миллиона 172 тысячи рублей. Школа села Коткино ждёт ремонта уже четвёртый год. В 2014-м удалось перевести в порядок второй этаж. На очереди – первый. Об этом педагогический коллектив говорил на встрече с Игорем Кошиным во время визита губернатора в село Коткино. Там и фундамент нужно, и обшивка здания, и ограда нужна методическая вокруг здания школы. Мы очень ждём. Очень холодно. В спортзале особенно. Мы в фоких отправляем, но когда мороз мы их вообще, потому что по улице бежать, тоже не дело. Очень холодно на первом этаже. Первый этаж требует ремонта, конечно. Запланирован капитальный ремонт из школы номер 4. Там необходимо усилить конструкцию, чтобы ликвидировать образовавшуюся трещину. Такое решение было принято по результатам проведённого инженерно-технического обследования основных несущих и ограждающих конструкций, фундаментов и грунтов основания здания. Правда, сроки ремонта пока не утверждены. Я понимаю, что деньги выделят только сейчас на новом сессии, и проведение торговых – это всё равно заденет учётный процесс. Здесь ходили разговоры до этого, что здание там держится на честном слове. Нет. Здание имеется нарушение в фундаменте, но они не настолько критичные, что здание надо закрывать и населять детей. Доложили на заседании и о готовности к новому учебному году педагогических коллективов. Дошкольные образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами полностью. В общеобразовательных организациях необходимы учителя математики, начальных классов, английского языка и физики. В настоящее время руководители школ проводят работу по подбору кадров на имеющиеся вакантные должности. Валентина Чебичик, Леонид Шушилов, Телеканал «Север».